Куда, блядь, ещё дальше-то? Это Клездец! Я не хочу туда! Мы же встретили навсегда, блядь! Друзья, привет! Сейчас расскажу вам про самый свой незабываемый трип, мухоморный, который у меня произошёл. Он самый из моих незабываемых. Он самый для меня волшебный. Такой. Почему я это расскажу? Не забудь подписаться на канал. Пиши комментарии, закидывай, помогай на развитие канала, донатов, кто сколько может. И лайки, лайки. Вот. Продвигаем. И, короче, с чего это всё началось? Я, как всегда, забубенил сому. Свою, как говорится, любимую сому. А, я, кстати, в этот момент ещё попробовал просто выпить мухомора, но он мне, блин, ни хера не пошёл. Я думал, что в боливану. Я 20... 20-25 грамм мухомора захерачил. И потом это размешал быстренько. с кефирчиком забодяжил и, короче, выкал. Вот. Это была ночь. И когда начался у меня вот этот трип... А, это был вечер. Да, вечер. Это было ещё... Ну, начало вечера, короче. Я решил не ночью, а чтобы ночь уже отпустила и ночью выспаться. Короче, начался вот этот трип. И... Я хотел попробовать ещё раз смерть эго. И... Ну, очень мне захотелось это сделать. Я писал видео с двух камер. Одна вебка была, и была камера на телефоне. И очень я хотел нырнуть ещё раз попробовать эти качели, да? Смерть эго. Потому что она тоже такая уникальная штучка. Когда эго умирает, тебе мелькают все... То есть, точка, где ты родился во Вселенной, и потом мелькают все твои... Все твои жизни. Поэтому оно очень интересно, на самом деле. То есть, когда ты всё это уже знаешь, когда ты это попробовал, ты это всё воспринимаешь уже хорошо. Вот. И... Я уже в трипе. У меня уже диалог. А умереть... Эго, умереть. Я не могу. Я решил всё-таки его доконать. И решил, начал раскручивать мысленный процесс, мысль. А она у меня не возникает. То есть, если я просто так вот нахожусь, нету, я не могу её вытащить. Я захотел её вытащить, и я определил такую штуку, что когда ты закрываешь глаза, вот так вот немножко прикрываешь, ум, ну, остатки ума, он пытается закрытые глаза, когда, как сон, он пытается зацепиться, как будто он пытается изнутри так зацепиться твоих глаз. То есть, как будто, вот, говорю, вот, компакт-диск, бросить на плоскую поверхность какую-то, да, на гладкую, и ты ногтями вот такой пытаешься или пластиковую карту зацепиться, она не цепляется. И вот ум также пытается зацепиться за твои закрытые глаза. Глаза открываешь, сна нету, закрываешь, и он в этот момент он пытается такой, чик-чик-чик. Так хорошо, вот единственное, что вот эта вот мысль, она как бы время отнимает, вот это вот. А, и самое, что интересное, мысль вот эта крутится, когда ты моргаешь. И сейчас я не моргаю, да, и она такая, пиу-пиу-пиу-пиу, то есть, когда я моргаю. Вот сейчас я не моргаю, всё. Ах, гид твою мать, ну-ка. Я не моргаю, так, моргаю, она крутится. Не моргаю, она, её не видно вообще. То есть, надо в раз моргание остановить, и она так не делает. Остановил моргание, зараза, через моргание. Ёб твою мать, она через сон уходит. Моргание, сон. Она берёт вот так вот через сон, чик, зацепилась, когда именно ты во сне, сон начинаешь чуть-чуть погружаться, она тебя такая, раз, подцепила, и хочет тебя продолжить, наебнуть. Ах ты падла, увидел тебя, зараза. Первый раз такое вижу. Я пытался вот этого, домучить его. Я уже ложился, и по-всякому, как вот у меня первые два трипа, да, там легко я такой, раз, падал эту смерть, и всё. А здесь у меня не получалось, и не получается. Ничего такое, я уже и так лежу, и по-всякому лежу. Вот, и короче, и так, и так пытался раскрутить этот ум, да, а он не раскручивается, зараза, и всё. То есть, я уже и глаза закрыл, и начинаю его ускорять, ускорять. Не получается, блин. Вот не хочет эго умирать, которого уже нету, получается, как я выяснил. То есть, его как бы уже нет, да. И так, и все. То есть, я, блин, это делал несколько десятков минут. То есть, я пытался раскрутить ум и зацепиться вот за краешек мысли, чтобы её вот так вот крутануть, обернуть и чтобы умер лего. Ну, так захотелось мне эти качели попробовать. Но случилось другое. Я вот этим вот манёвром каким-то, да, я попал, со мной уже был диалог. Ко мне уже подключился вверх. Со мной уже вовсю диалог шёл. и я ещё брату позвонил и говорю, что смотри, говорю. А, или я не позвонил, я просто в телефон говорил, смотри, говорю. То есть, что ум пытается зацепиться за закрытые глаза. Именно когда глаза закрываешь, ум пытается зацепиться в этот момент как за сон. Вот. И поэтому ты когда глаза закрываешь, ты начинаешь спать и ты спишь. Им в этот момент цепляется когда ты во сне. То есть, я буду осознавать вот эту смерть или нет? То есть, потому что сейчас я её осознаю и я чувствую меня на это накатывает, нахлынует. То есть, ум, он пытается зацепиться за сон. То есть, он, представляешь, вот я сижу и вот так вот глаза пытаюсь, ну, я выпучил специально. То есть, я, они, глаза мои, о, видишь, всё понеслось. Глаза, глаза. Они пытаются зацепиться за сон. Понял? То есть, вот он, мой сон. Ты глаза закрыл и сон наступает. Понял? А он пытается зацепиться за твой сон. Когда ты глаза закрываешь, и он начинает шпать, и он такой тик пытается зацепиться в этот момент. Но так как у меня ум пробуждён, понимаешь? Он пробуждён. И он пытается зацепиться за сон. За сон. Понимаешь? Я знаю. И поэтому сны это разводка ума зачастую. Потому что сны и вот визуализации, которая у меня сейчас идёт, распаковка материалов, да, это разные вещи абсолютно. Ты видишь разные источники вот этих вещей и снов, и вот этой распаковки. Вот. и самое, что интересное, пытаюсь я, пытаюсь всё это сделать, и происходит такой момент, что я попадаю в бесконечность. И это бесконечность, вот всё, что ты можешь представить бесконечно, вот это бесконечно. Я попадаю, я чувствую, что это не моя вселенная. То есть, я как бы вышел из своей вселенной. Рядом со мной присутствует Бог. Но самое, что интересное, я Бога не отделял от Творца. То есть, Богов вот этих вот, которые, Боги, которые создали меня, которые создали Творца. То есть, изначально Творец со всеми делится своей любовью. И так же с Богом, с Богами, и так же Боги делятся уже со своими аватарами. и я чувствую, что Он всегда рядом присутствует, я с Ним беседую, но я попал в бесконечность. И поначалу-то мне интересно, опа, такая бесконечность. И она, ты прям чувствуешь, что это не твоя вселенная. И что этих вселенных множество, множество. И ты начинаешь, ты чувствуешь, что есть вот это вселенные, множество вселенных, и ты начинаешь такой раз, ты нырнул в одну вселенную, вот так вот ныряешь, ныряешь в них, ты как будто проваливаешься как в воронку. В воронку провалился, следующая воронка, следующая вселенная, и такая в воронки как. И ты постоянно проваливаешься, проваливаешься туда. Поначалу забавно и прикольно, но потом через какое-то время ты понимаешь, что она бесконечная. И у тебя точно есть информация, что она бесконечна. И ты все дальше и дальше, чем все это происходит, ты такой начинаешь потихонечку охуевать. Потому что это бесконечно. И то, что ты видишь, это невозможно описать словами. Я не знал, как это описать, но нету таких слов. Их просто нету. Их просто нет этих слов. Как описать вот эту бесконечность. И поначалу я лег, я на кровать лег, тело легло, постояло, но ты все время находишься в этом процессе перебора бесконечностей, бесконечных вселенных и пространств. И был даже такой момент, что смотрю, у меня бутылка стоит, я такой попил воды, воды попил, я такой так, и все время там как будто какие-то ловушки, ловушки в этих бесконечностях, то есть, если не туда повернешь, я еще пытался найти выход к своей вселенной, а я попал как в лабиринт бесконечный, и ты не можешь из него выбраться, и ты просто охуеваешь от бесконечности, и у меня одно, одно фраза и одно слово было в описании этой бесконечности, когда ты вот, я вот бутылка, раз бутылка, я такой попил воды, смотрю, такая бутылка, я такой так, попробую в эту бесконечность, я такой в эту бутылку смотрю, такой, как в воронку, в эту бесконечность проваливаюсь, и такой туда, в следующую, следующую, и так быстро, 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 это мелькают вселенные, и ты такой туда, как это как падение вот это да но она не падение а ты ныряешь только дальше дальше крас черты опять это не это не то этот не тот путь и ты раз выходишь в другую вселенную другую ищешь то есть разные вселенные разные направления разные мерности какие-то и ты туда ныряешь и ты просто от этого вида всего этого просто охуеваешь и у меня было описание я это тоже вставлю как вот можно понять вот этот вот эту бесконечность это же пиздец я это описывал еще и вот так вот пиздец в пиздеце из пиздеца в пиздец то есть вот так вот можно было описать бесконечность вот этих вселенных ты реально их видишь и ты реально охуеваешь от этого и это длилось у меня два часа я даже осознавал что мне не надо сильно громко то есть я когда я такой блять но это же сука бесконечность твою мать как блять из этого выйти то есть реально бесконечность как блять из этого выйти это пиздец я такой блять чё я ору то там же соседи 10 часов вечера только где-то примерно так то есть я осознаю что надо потише базарить не орать контролируешь все то есть ты идешь поссать и пока ты слышь у тебя вот эти бесконечности вот так вот мелькают вот два часа вот это сопровождалось воду пьешь все бесконечности ты уже такой знаешь ты уже остановился в какой-то блять из вселенных и такой блять чё делать как вернуться то есть ты блять не знаешь как вернуться обратно а рядом с тобой всегда как будто знаешь как будто рядом тебя сопровождает рядышком идет это бог и у меня четкое было ощущение что это не бог вселенной да а это он и творец что они вместе я все время с кем-то такую лику мнимэ майки то есть такое всё время-то есть такое ощущение что меня кто-то вот так вот иди ко мне маленький д суде где суду мы хорошенький то есть как будто вот эта вот любовь меня камни от кто-то значит то есть как будто я там а через моё тело вот это иди ко мой хорошенький иди сюда иди ко мне мой маленький еди иди ко мне тебя уговаривают как будто наш иди ко мне мой хороший и я помню что это был не я вот этот иди ко мне мой хорошенький а это меня вот так вот зовут иди ко мне мой маленький это тоже вставлю все проходим сюда мы хотим положить боженьки хочу все больше и больше 8 боженьки мы хотим сложить и мы хотим боженькой любить было по нему мы хотим пожамке мы хотим бога любить свою лапу не кого я хочу мою лапу дите мой хорошенький Боженька мой, иди ко мне, иди, мой любименький, иди ко мне, мой хороший, иди ко мне, мой хороший, иди, иди ко мне, мой мгалпочек. И где-то, может быть, события немножко путаю, ну, я вставочки сделаю видос с самого видео, да, вот, и даже есть момент, что, ну, вот, представляешь, два часа унырять вот в эти бесконечности, ты туда-сюда ныряешь, 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 и они не заканчиваются, ты понимаешь, что, сука, это бесконечность. Это вот бесконечная, сука, бесконечность, и ты ведь понимаешь, что это пиздец, пиздец из пиздецов в пиздец, вот так вот. По-другому, ну, просто невозможно описать, потому что ты находишься в этом пиздеце. И я там даже один момент, вот, буквально доли секунд, я просто такой... То есть я разревелся, потому что ты понимаешь безысходность. Безысходность того, что ты попал в пиздец. Мы же стрелы навсегда, блядь. Ну, куда еще дальше? Куда, блядь, дальше я этого не боялся? Ну, это несколько секунд было, то есть такой... Позволил себе чувством, да, вот таким вот... Потому что, когда ты начинаешь вот это понимать, что это безысходность вот этого пиздеца, это пиздец, ты не знаешь, как из этого выбраться. Ты, блядь, это увидел. Но ты вот живешь вот это, блядь, в этом мире, в игре земля, да? И потом ты увидел вот это, пф, пиздец. И ты в ахуе от этого пиздеца. Вот это можно вот так вот описать. Потому что ты это все видишь, и ты охуеваешь, как оно все это вот мелькает, как это мимо проносится. И ты вот туда-сюда вот это вот пытаешься найти свое место, свою вселенную. И в конце концов... Я уже это общаюсь, то есть я уже не уверен, кто это был. Я точно, что это был и творец, и бог вот этой вселенной, то есть тот, который создал моего аватара, да? Они были едины. И они себя не разделяли. И они ко мне вот так вот... Иди ко мне, мой хорошенький, иди, иди... Они мне такие, знаешь, как будто кошак какой-то, знаешь, вот он уходит. Он не идет к тебе на руки, и ты его такой вот завешиваешь, иди, иди, иди ко мне, мой хороший. Вот так вот ко мне был. Иди ко мне маленький, иди сюда. Это было и до того, как я в вселенной эти окунулся, и вроде бы в процессе был. Тоже видос ставлю. И самое, что интересное, когда ты уже такой вот, уже отчаялся, и ты такой, ну как же жить-то теперь? Это же пиздец. Как жить-то теперь? Это же невозможно так жить. Видеть, увидеть вот это, как вот после такого вот можно жить-то? И в этот момент, вот в момент вот этого осознания, вот этого пиздеца, в момент осознания вот этого вот этого всего, в этот момент приходит тебе постепенно такое осознание, понимание того, во что ты попал. и ты вначале задаешься вопросом и спрашиваешь такой ну как вот теперь вот это а он здесь рядом стоят и молчит бог и творец вот они стоят рядом и молчат они рядом прям рядом я чувствую они примут они молчат и ждут и они ждут когда я осознаюсь и когда я осознал себя когда я я такой до меня такое дышка к эврика такая тебя начинает так поглощать вот это осознание того что ты что ты видишь и она тебя поглощает это такой так это же это же я я есть 2 и они такие и ты такой осознаешь что ты не отделим от бога ты не отделим от творца ты и есть все это и ты есть эти все вселенные и ты от этого осознания просто охуеваешь и ты такой так я есть это все я есть все он и все вот это все и в этот момент ты начинаешь видеть все вселенные всю эту бесконечность разом просто берешь и начинаешь все видеть разом и ты такой ёб твою мать я в пиздеце я с тобой вместе я тебя люблю классно слушай так мы любим друг друга а как а как мы будем друг друга я выше поднимусь там выше можно подняться да ну мы оба в любви любви а кто из нас главный ты но я-то выше поднимусь ну смысле отсюда исчезла да то есть выше поднимемся но а блять ну пиздец пиздеце поднять понять это пиздец короче это уж ебануться пиздец пиздец охуеть какая замкнутая залупа пиздец пиздец сейчас еще поднять это пенец пиздец пиздец царит прикинь меня начинает понимание такое ебануться а как мы жить то теперь будем как мы теперь существовать то сможем боженька ты мой хороший ох чё происходит а вот чё происходит это же пиздец это какой кошмар ты представляешь такое увидеть я даже не понимаю как это могло блять случиться ёб твою и ты такой ёб и бог творец и они берут вот они вот как я здесь стою допустим и они идут вот так вот ко мне и они такие начинают в меня проникать как будто сливаются два существа и они в меня начинают таки проникать ну как единое и эти в меня проникают такие я такой вот этот момент ощущение это просто она такая то есть в тебя что-то входит и тебя прям просто проникает на сквозняк и ты прям чувствуешь что бог в тебя весь и творец вот это все в тебя входит в тебя вот это все входит и ты просто вот так вот охуеваешь она в тебя вошло и я только спрашиваю это она и есть и мне такой внутренний этот вид да это то чего я хотела добивался да как говорится много лет то есть не показали это она и есть то есть вот это слияние с богом с творцом это и есть просветление именно в этот момент когда ты вот они сливаешься когда ты познаешь весь вот этот мир до что он един с тобой абсолютно творец бог вселенной ты как аватарчик и вся эта вселенная это все есть ты и в этот момент ты просто охуеваешь блять вот это пиздец познал пиздец из пиздецов ёб твою мать это же просто пиздец это же просто пиздец у меня там град слез град всего вот этого и я одновременно был в ужасе в охуение от того что я увидел вот эту бесконечность у меня прям образовалась дыра прям пустота я стал вот этой дырой космической я стал черной дырой внутренней да я был переполнен счастьем неимоверным счастьем был пире просто охуярен я просто был в таком неимоверном шоке шоке от того что я увидел и в шоке от того что со мной случилось и когда я на следующий день у меня надо было посылки забрать я прямо на следующий день ощущал что ты больше не хочешь здесь жить потому что ну как не то что не хочешь быть какая-то бессмысленная вот эта вот игра а тебе надо забрать посылки которые пришли там для ну там оборудование для вакуумирования там мухоморов так далее так далее что там пришло да и и я на следующий день шел утром да и во мне внутри 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 это внутренняя вот эта пустота и безысходность и одновременно и счастье неимоверное счастье от того что слился с богом и когда слился с богом ты в этот момент просто неимоверно счастлив и одновременно пуст вот эта внутренняя пустота от всего увиденного и одновременно неимоверное счастье то есть нету плюс-минус нету дуальности есть единство всего всего сущего одновременно пустота и одновременно неимоверное счастье Также одновременно творец, боги и одновременно ты, как аватар И так вот абсолютно все существа Они настолько едины И вот эта любовь, она просто захлынует Заливает тебя ей И в определенный какой-то момент Я ощутил себя вот как богом, да Потому что все едино И мне показали Второго бога То есть это пятый в моей, как говорится, вот этой схемке, да Пятый И мне показали его И я как бы действовал под Потому что я слился с творцом Потом слился с богом, да Который меня создал Я как бы с ним слился И я как бы был как бы им Но так абсолютно все люди Потому что Ты есть и он И все вот эти люди есть Ты То есть Бог, который создал нас В этой вселенной Все его Аватары Ты можешь ощутить себя им Ты можешь стать им Когда ты пробудишься Сольешься с ним И Мне показали Нашу землю Что она большая Я ее увидел как в плоскости Я не знаю, она плоская или какая Не знаю Просто я увидел Как вот Когда ты видишь какой-то объект Вот плоскость Ты его не в проекции никак Просто плоскость Я увидел, что центр Земля в центре И мы в центре Наши материки А вокруг еще куча всего чего-то То есть она большая Она реально большая Она не такая Маленькая, как нам показывают И какой-то центр земли есть Как будто пуп земли Не знаю Она Купол Еще что-то Ничего про это не знаю Мне вот в этот момент Вообще все похуй Потому что Моя цель Была Осознание Более высоких Как говорится материй А какая-то херня С инопланетянами Еще что-то Поверь С землей Мне это вообще было Вообще по барабану То есть я всегда туда На самый верх Стремился Познать Бога Познать Творца И Мне показали Землю Вот она земля Такая маленькая Ну как я ее Вижу Вот как экран Ты видишь Вот такую землю Вот она Тебе ее показывает Так и приближаешься Я вселенную Сразу свою уже нашел И к земле Таки Как бы летишь И Я говорю Ну как теперь жить-то А вот это Второй Бог Который пятый Он мне говорит Ну как А и мне сказали Что вот Вот эти два Бога Они создали землю Вот именно В этот момент Мне сказали Показали И Эта земля Уникальная В ней Играют Все Боги Но эта земля Как бы принадлежит Вот этим Двум Богам Они как братья Очень близкие И Они в нее играют Она уникальная земля На ней все хотят Как говорится Оказаться И в этот момент На земле Сейчас Два Бога Два представителя Бога Да И Они И сейчас Очень много Аватаров Поперли На землю То есть Уникальное Время Сейчас То есть Очень много Аватаров Вот этих Двух Богов И Тех Богов Они тоже Здесь присутствуют Четвертого Ой Четвертого Точно Знаю что есть Второе Третье Не знаю Ну Они все Тоже Землю любят Все Она очень сладкая И вкусная Может быть Потому Да Потому что Ее создали Два Бога Не один Какой-то Проект А Проект Двух Богов И И Мне говорят Такое Вот этот Пятый Бог Я говорю Ну как жить то Как после того Что ты увидел Ведь это же Пиздец Вот это вот Увидеть Как после этого Можно жить Это же Невозможно И Он говорит Ну как Ты привыкнешь Просто Продолжай Играть В эту игру Тебе нужно Играть В эту игру И Мне показали Что А мне еще Выбор такой Сделали То есть В каком То есть На самом деле Я чувствовал Что я не хочу Больше Здесь находиться Вот В этом Теле Ну реально Не хочется Больше возвращаться Увидев То что ты увидел И мне сказали Убедили Что Ну да Ты привыкнешь Все нормально Будет Ты будешь Жить Наслаждаться И Я начал туда Залазить Это как Гидрокостюм Для плавания Наслаждаться После 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 вот этих Всех ощущений И ты туда Такой Засовываешься Опять туда Залазишь И Опять Вот эти Тело Вот это И Мне такие Говорят Ну ты в какой Момент Хочешь вернуться И Чего-то не было Такого Что вернуться Назад Было все время Вперед И я такой У меня сразу Понял Что Ну Ты просто Видишь Что Не существует Времени Ты можешь В любой Момент Вернуться Я такой Ну давай Там Брат должен Приехать Давай через Несколько дней Ну ладно Я смотрю Это событие Уже события Вот эти Через несколько дней Потом думаю Да блин Так же Как бы не очень интересно Давай еще на пару дней назад Ну на день назад А потом думаю Да ладно Давай с самого начала Где я закончил Там Триповать Трипую То есть Представляешь У тебя конкретно Выбор Был куда переместиться Это вот Я беседовал С пятым Богом И Не очень то я с ним был Как бы Отделен Потому что Все на самом деле Даже вот эти все Боги Да Ты становишься Ты единый Как едина система Ты все это воспринимаешь Единым абсолютно Да Он Как брат Того Бога Да Но ты Все это воспринимаешь Все равно едино То есть нету разделения Абсолютно Ты Вся вот эта Система творца И ты все это есть Вот И Ну такой Ну ладно Давай поиграем Будем играть Продолжаем играть Да Рубимся Говорит Продолжаем рубиться О Рубиться Рубимся Говорит Прикольно И Потом Я еще Как бы Встретился Как будто То есть я пошел В зону отдыха И Я вот Беседовал с этим Вторым Богом Пятый который Да Я встретился С его Аватаром Но он был бы Он был не как человек А как Представитель этого Бога Пятого Да Я Я так прониклся Любовью к нему Очень сильно Да Неимоверной Любовью То есть в этот момент Ты любишь Абсолютно все И всех Нет То Чтобы ты не мог Любить в этот момент Нету Ничего Никого Ничего Вообще ничего Ничего Нету Чтобы ты не мог Любить Я Вижу Что он Находится Это В теплых Краях Где-то Да И я вижу Вокруг Вот это Вот Пальмы Там еще что-то Я такой Я захотел Его обнять Очень сильно И я стал Ну Его Обнимать А он Надо мной Прикалывался То есть Он У меня газон Зон отдыха Он такой Тоже вышел Оттуда Где он там был Да Ну ты видишь Его никак Не как человека Просто как Как то Что представляет Вот этого Пятого Да И ты такой Захотел Вот его Обнять Я вот Начал Его такое Обнимать И так же Вот это Проникновение Как Я проникновал В Творца Проник Да С Бога Как вот Слияние Это так же Вот То есть Так же Можно обнять Нематериально Как говорится И Я пытаюсь Такой Проникнуть Я чувствую Такой Не до конца Не могу Такой Да А он берет Вот так вот Назад Так Чик 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 Это подерг Ну как это Он как бы Отодвигается Чуть Чуть То есть Не дает мне В него Как бы Проникнуть И Я понимаю Что он Прикалывается Надо мной Поржать решил Вот Но мы с ним Обнялись Потому что В этот момент Ты понимаешь Что Все Является Всем Это реально То есть Ты реально Можешь Обнять Бога В этот момент Реально Обнять Стать Им Ну вот В этот момент Какой-то Определенный И ты понимаешь Что Вот так вот И короче Беседовал Там с ним Ну все Такое С этим С аватаром Вот И Там Там где Кстати Структура Появилась Там у меня Появилась Структура Вот в этом Трипе Появилась Структура Божества Вот Как ее Воспринимать Я херу знаю Это же Моя Галлюцинация Так что Возможно Я сейчас Возьму И поделюсь С кем-то Своей Галлюцинацией И все И все И будут Воспринимать Как Уже Моя Своя Галлюцинация Услышав Мою Историю Или наоборот Я Как бы Раскрою Под Ему Ширму И люди Наоборот Через Меня Увидят Какие-то Секреты Или тайны То есть Что является Прародителем Того Что ты Видишь То что Ты увидел Или то что Ты Решил Показать Людям И ты Это показываешь И тогда Оно стало Для них Реальностью Что является Изначальной Реальностью Это не важно На самом деле Важно то Все остальное Не важно Абсолютно Важно Одно Слияние С Творцом Это Самое 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 Важное Было Во всем Этом Ты Когда Сливаешься С Творцом Когда ты Видишь Эти Бесконечные Бесконечные Бесконечности И потом Ты Сливаешься С Творцом И Одновременно Это И Творец И Бог Который Тебя Породил И Творец Который Породил Все И ты Сливаешься И ты Становишься Им И ты Становишься Всем И ты Неотделим От всего Этого Пространства От всех этих богов, от всех этих вселенных, ты становишься всеми этими пространствами, вселенными и единой точкой всего сущего это оно и есть и в этот момент ты просто охуеваешь это неописуемо на самом деле это я пытаюсь все это описать но на самом деле там такое творится и в этих бесконечностях которые являются как пропасть и это понимание всего этого и это является счастьем бесконечным и ты одновременно во всем этом и это просто неописуемо на самом деле я просто беру своим корявым урезанным и как бы неразвитым языком начинаю описывать неописуемое вот так вот много конечно что еще там происходило но просто там уже и беседы и разговоры и обнимашки и все такое и ты понимаешь что что это с тобой случилось и этот мир ты тогда думал что он будет уже не тот когда у тебя были первый и второй трип но ты теперь понимаешь что этот мир уже не будет таким никогда который был до вот этого четвертого трипа да потому что ты не то чтобы познал творца а ты стал творцом этим одновременно стал и он тебе он тебе позволил это сделать значит где-то ты что-то к этому когда-то пришел то есть ты шел к этому или ты был достоин этого или ты уже это неоднократно делал на самом деле а ты уже шел по протаренной дорожке да ты шел уже по протаренной дорожке это у тебя было неоднократно и каждый раз когда ты начинаешь играть в эту игру ты идешь по протаренной дорожке зачастую почти все ну не все не все конечно не все но у меня эта дорожка уже протаренная И тебя так принимают Иди ко мне, мой хороший Иди ко мне, мой маленький Маленький котеночек Иди, 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 мой маленький Иди сюда Иди, иди, ты забыл, мой хороший Иди ко мне Иди, мой маленький Вот так вот Вот так вот с тобой Мой маленький Как котеночек похуй как вы воспримите это пусть для кого-то это будет моей галлюцинацией для кого-то это будет что-то как открытие для кого-то это будет что-то похожее кому-то вот это моя проторенная дорожка поможет слиться с творцом потому что я рассказываю потому что мне разрешили рассказать и показывают то что мне разрешают показать может такое время что сейчас как раз не не может быть такое время что сейчас нужно показать нужно показать вот эти моменты нужно показать как это происходит и это видео досмотрит только те кто могут это досмотреть потому что вот я уже 40 минут это все пишу попробуй просиди вот эту бредятину досиди досмотри вот этого долбоеба да как назвать как многие назовут скажут но мне честно говоря похуй кто что скажет потому что после того что ты увидел после того как ты слился с пространством ты слился с творцом тебе вообще поебать хоть помирай похуй вообще просто поебать тебе уже поебать умрет тело или тебе сказали сколько ты будешь жить очень пиздец круто но даже если что-то прервется если пойдет не по плану до поебать потому что ты знаешь что ты уже откуда выходишь потому что у тебя просто было спец задание а крупса сансара это тебя просто такая муль мулька и ты все равно выйдешь поэтому обязательно человеку нужно пробудиться в этой жизни если пробуждение в этой жизни не будет пиздец пошли на следующий этап по кругу по кругу по кругу по кругу раскручивай свой ум раскручивай точку его пробуждайся многие нажрутся грибов нихуя не поймут пробуждение не будет пробуждение надо подходить осознанно ты должен знать для чего ты идешь идешь для какого-то кайфа для обосраться в говнище что ли ты просто обосрешься просто просто обосрешься может быть физически обосрешься и возможно ни хуя не откроется может и проспишь ну ты просто достоин того чего ты достоин друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки закидывайте донаты кто чем может кто не может не может обязательно ставьте сердечки каком сердечки ставьте потому что это продвигает канал всем просветление всем пробуждение и всем осознанности я прям очень искренне вам желаю все мои хорошие пока